А вот еще одна находочка отличная, черметинка, как плавник у акулы. Ребята, всем привет! С вами снова Кирилл. Давно не выходил на моем канале никаких видосиков, так как не имел возможности поехать покопать в отпуск, потом приехал, в общем, не было возможности. И вот перед сегодняшним выездом я приобрел себе катушку для металлоиспателя, 13-дюймовую, дэдэшную, от компании Magic Lab. Вот. Выбирал я между двумя катушками Magic Lab 13-дюймов и DTH Ultimate тоже 13-дюймов. Что могу сказать по этим двумя катушками, почему я выбрал именно Magic Lab? Все просто. Это материалы, это надежность. В любом случае, на первый взгляд, по тактильным ощущениям, выглядит катушка намного надежнее, чем катушка от DTH. DTH катушка, она легче, да, она прям вот ощущается разница в весе. Вот. Но качество исполнения самой катушки DTH меня немножко смутило, потому что слишком уж пластик кажется хлипким. Он очень легкий и хлипенький. Защита у него хлипкая и она закрывает края не полностью. Здесь же в Magic Lab 13-дюймове закрывает побольше и плотнее прилегает. В общем, поставил новую катушку, когда приехали на место и пошли. Включил прибор, отстроился. И тут начались какие-то непонятные странности, которых я никак не ожидал. В общем, коп у меня сегодня, можно сказать, сорвался, потому что я долго не мог понять, что происходит. У меня прибор стал себя странно очень вести. При отстройке от грунта издавал непонятные вообще звуки. Потом отказывался видеть определенные какие-то объекты. Что еще? Когда ставил режим все металлы, он начинал... Вот так он пищит, как комар. А тут он пищит, как недобитый комар. В общем, какая-то фигня с ним стала происходить. Долго думали и гадали. В итоге мы поняли, что вся проблема не в катушке. Вся проблема не в металлоискателе. Вся проблема в металлоискателе Камрада. Эквинокси в 800-м, который создавал дичайшие помехи, которые так влияли на мой фишер, что я подумал, что либо прибор уже того, либо катушку мне подсунули. фуфловую катушку. Как же я был рад, когда вот сейчас я приехал на поле, поставил катушку. Вот, все-таки поставил катушку, решил, думаю, дай-ка потестиру ее в поле. И вот сигнальчик есть. 66, 67, 6. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот, короче, чутенький сигнальчик здесь. Это самое приятное на ход дело. Ну, конечно, пробка. Я понимаю, что она работает очень даже неплохо. Очень четко. Видит все объекты не хуже, чем штатная. А, ну, конечно. Причем тогда, когда мы были вместе с Камрадом, штатная тоже, она тебя более-менее лучше вела. Вообще, какой-то адовый звук. Нет. Видимо, она более сбалансирована, что ли, в соотношении с прибором, потому что она оригинальная. Ну, тоже, тоже были какие-то помехи, были сбои. Я уж грешным образом подумал на прибор. Но нет. Это все Equinex 800. В общем, так, ребят. По катушке советовать не буду приобретать ее пока что. Потому что я вот первый мой выход, я еще не успел понять. Но в поле, в поле, вот, видите, за мной поле большое. В нем нет никаких помех. И катушка довольно стабильно ведет себя. Ой, капелька капнула прямо. Короче, я такой размазанный. Во. Все окей. Короче, ребят, на этой веселой ноте я буду заканчивать свое сегодняшнее видео. А еще у меня садится телефон. И мне еще нужно как-то доехать до дома. Вот. А провод с зарядкой я не взял. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Вам не сложно. Мне приятно. С вами был Кирилл. Пока-пока. Это не лопаты. Это не лопаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...